На самом деле, как мне кажется, мы, современные люди, на самом деле очень богаты. То есть, если нас сравнить с жителями времени, ну хотя бы Иисуса Христа, Малой Азии, Средней Азии, то мы очень-очень богаты. Почему? Примерно, сейчас попробую объяснить, потому что человек того времени, он имел максимум, если он имел обувь, это уже был состоятельный человек. Ну, в принципе, он был уже нормальным. Да, он не нищий, не бедняк. Если он имел смену одежды, это уже состоятельный человек. Ну, как состоятельный? Скажем, не бедный, не нищий. Я имею в виду в достатке, вот так скажем. Он был в достатке уже. Ну, хорошо, продолжай. Если человек имел на столе мясо, извините, каждый день. О, каждый день это, безусловно, богатый человек был. Это очень богатый человек, реально. Потому что мясо только по праздникам. Ну, по поводу того, имеем ли мы сейчас мясо на столе каждый день, действительно, в том, что мы едим, даже когда это называется мясом. Мясо ли это? Да. Большой вопрос. Или опилки. Это еще один глобальный вопрос, но хорошо. Ну, в общем, все, что нас окружает в быту сегодня, и то, что мы считаем совершенно естественным, тогда бы это считалось чем-то шикарным. Средство передвижения. Если человек имеет лошадь, то все, это уже, в общем-то, человек тоже живет в достатке. Мы сегодня на автоматических полосках без лошадей сами даже передвигаемся. Какими бы они ни были. Я задумывался, знаешь, даже о более таких трансцендентных, глубоких вещах в этом плане. То есть, например, мы богаче в эмоциональном плане. Мы действительно путешествуем гораздо больше по миру. Мы видим гораздо больше всего. Действительно, человек в то время, он не мог, просто не мог увидеть столько всего. Он не имел такого количества информации. Он не мог сходить в кино, знаешь, там, с женой. После рабочего дня, например, посмотреть в 3D какой-нибудь фильм, в котором целую новую реальность испытать, например. То есть, даже в этом плане мы, на самом деле, ты смайлики рисуешь какие-то. Нет, я галочки ставлю. Хорошо. Поговорим об этом после передачи. То есть, как бы, я с тобой в этом согласен, да. Ну, и, главное, еще одна мысль. Хочется подчеркнуть, что те, кто слушают наше радио сейчас, скорее всего, по сравнению с большинством населения этой планеты, тоже богачи. Субтитры создавал DimaTorzok